Европейский Союз предоставит первый транш макрофинансовой помощи нашей стране в ближайшие несколько недель. Об этом заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магерини, которая прибыла с визитом в молдавскую столицу. Это её первый визит за последние пять лет. «Визит такого высокопоставленного чиновника является признаком того, что нам удалось вновь повернуть Республику Молдова лицом к Европейскому Союзу. Отрадно, что институты ЕС с нами и предлагают нам поддержку и советы. Мы знаем, что мы можем рассчитывать на поддержку Европейского Союза только в том случае, если будем строго придерживаться своих обязательств. И мы все готовы к этому». «Есть причина моего пребывания здесь спустя пять лет, именно в этот момент, а не раньше. И причина – это в положительных сигналах, которые мы наблюдаем. Мы чувствуем ответственность за оказание поддержки Молдове гражданам этой страны. Мы несем ответственность за предоставление финансовой поддержки для реализации реформ, включённых в политическую повестку дня вашей страны. Между Европейским Союзом и Республикой существует общая повестка дня, которая должна притворяться в жизнь для обеспечения благосостояния граждан». Европейский чиновник сообщил, что второй транш макрофинансовой помощи поступит до конца года. Но сумму транши не уточнила. Магерине подтвердила, что финансовая поддержка от ЕС будет обусловлена успехами в реализации реформ. Она добавила, что в последние месяцы в республике были отмечены позитивные перемены, но усилия по внедрению программы реформ нужно продолжать. «Сегодняшний визит говорит о значении, которое мы придаём нашему партнёрству. Мы увидели положительные изменения в стране. Мы надеемся увидеть сильную поддержку по всему политическому спектру в программе реформ правительства. Крайне важно укрепить независимость госучреждений. Дальнейшее внедрение реформ имеет решающее значение для максимальной пользы от соглашения об ассоциации. Наша финансовая поддержка и впредь будет зависеть от успеха реформ». Премьер-министр, в свою очередь, добавила, что к настоящему времени более 6 тысяч компаний в нашей стране получили поддержку европейских институтов. При поддержке Европейского Союза создано более 3 тысяч рабочих мест, отремонтировано 700 километров дорог, а почти 70% молдавского экспорта идёт в страны ЕС. Верховный представитель находится с визитом в Кишинёве всего через несколько дней после прошедшего в Брюсселе пятого заседания Совета по ассоциации Республика Молдова Европейский Союз.